Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 24 октября, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания апостола Павла Колоссиным, глава 3, стих 17 по 25, и глава 4, первый стих. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как приличным в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь вновь и вновь обращает наш взор к посланию апостола Павла Колосину, к его концовке третьей главы и буквально началу четвертой. И вот в этом отрывке, казалось бы, все понятно. Здесь речь идет о практических наставлениях, что несколько не сочетается с предыдущим текстом. Апостол Павел обращает свой взор на повседневную жизнь христиан и дает им практические советы их повседневной жизни. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вся деятельность человека должна быть направлена на служение к Богу. В каком-то смысле вся наша жизнь – это богослужение. И то дело, которым мы занимаемся, все, что мы делаем, начиная от своей профессиональной деятельности, заканчивая уборкой по дому, должно происходить так, как будто мы приносим это Богу, как некий дар, как наш труд. Мы должны жить, как будто мы совершаем богослужение. «Жены, помянуйтесь мужьям своим, как прилично, в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Когда речь идет о детях, действительно, дети – это были самые бесправные существа на земле. Хотя дети и сейчас не имеют практически никаких прав, так или иначе, тогда в процессе воспитания детей очень жестко наказывали. И этому есть множество свидетельств, как иудейской литературе, так и античной литературы, когда в процессе воспитания ребенка приветствовались и телесные наказания, и битье розгами, и так далее, и так далее. Что говорить, что и Михаила Васильевича Ломоносова в свое время наказывали розгами, и это отменилось не так-то уж и давно по меркам человеческой истории. Эти наказания. А во времена апостола Павла это было распространено. В языческой среде детей могли выбрасывать из дома, могли выгонять из дома. То есть мы видим, что дети были самая незащищенная, бесправная, бесправный слой населения. И вот апостол Павел говорит, что дети должны быть послушны родителям, вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Апостол Павел призывает быть более мягкими в воспитании к детям, ну, конечно же, в том понимании относительно того времени. Конечно же, сейчас иной раз требуется и более серьезное, сосредоточенное, может быть, более аскетичное воспитание. И к современной ситуации нужно осторожно применять вот этот стих. Потому что ситуации, когда писался этот стих и то, что происходит сейчас, они кардинально отличаются. И, быть может, то, что мы имеем сегодня в законодательстве, в наших законах Российской Федерации и законах других государств, быть может, эти законы, защищающие детей, они идут как раз-таки вот от таких призывов, от призывов более мягкого воспитания и более человеческого отношения к детям. И далее, очень необычно для сегодняшнего нашего взора, когда уже мы живем в век, когда нет ни рабов, людей, юридически закрепленных в этом статусе. И довольно-таки странно, что сразу после детей идут рабы. То есть мы, понятно, муж, жена, ребенок — это семья. Но при чем здесь раб? Но так как рабы тогда считались частью семьи, которой они принадлежали, то совершенно логично, что апостол употребляет здесь рабов именно в этом контексте, в этом месте. «Рабы во всем повинутись господам вашим по плоти, не в глазах только служаем, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Действительно, все мы являемся, по сути, рабами Божьими, и все мы являемся наследниками Бога. Преподобный Иоанн Дамасхин, когда говорит о почитании святых, говорит о них как о слугах, о рабах царя. Когда мы поклоняемся, к нам приходит кто-то от царя, и мы выказываем этому рабу уважение, делаем ему поклон, мы прежде всего поклоняемся той власти, которой обладает царь, а не раб. И отличие между рабом царя и рабом Бога в том, что раб Божий и состояние раба постепенно возрастает до состояния ребенка, до состояния наследника. Об этом апостол Павел говорит хорошо в послании к Галатам, говорит о том, что все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет и уже ни иудея, ни эллина, ни мужского пола, ни женского, но все мы одно во Христе Иисусе. И если мы одно, то мы семя Авраама, и значит наследники тех обетований, которые были даны Аврааму. Соответственно, раб Божий отличается от раба царского тем, что у царского раба нет перспективы. А раб Божий возрастает в ранг наследников и тем самым наследует тем обетованиям, которые были даны, обещаны человеку Богом. В этом контексте нужно, конечно же, смотреть на этот текст. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу Христу. И кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия. И здесь понятно, что у Бога нет лицеприятия. Это относится как к рабам поступать правильно, так и к господам. Между ними пред Богом нет никакой разницы. Это часто подчеркивается в текстах заупокойных, когда мы молимся, провожая человека в последний путь. Там показывается эта идея, что на самом деле мы все одинаковы, пристанем пред Богом. И дальше в первом стихе четвертой глыбы апостол Павел уже обращается к господам, говоря о том, что и они должны быть благосклонны к своим рабам. Вот такой практической частью сегодня церковь предлагает нам утешиться и поразмышлять над ней, так ли мы поступаем в своей жизни. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч!